Сейчас мы его зажигаем, он горит. Термопару вводим в пламя. Данный прибор показывает температуру этого форса пламени. Термопару вводим в пламя. Также мы рекомендуем приобретать данные пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. При покупке данных пиротехнических изделий проверяйте наличие сертификатов у продавцов, так как данные изделия подлежат обязательной сертификации в Российской Федерации. На петарды также существуют сертификаты. Петарды различаются только по мощности, от самого малого к самому большому. Использовать их только поджогом. Мы поджигаем петарду, выбрасываем ее незамедлительно и отбегаем. Также есть еще маленькие ракеты. Их мы вставляем в руках, из рук мы ничего не пускаем. Мы их вставляем в снег на две-три длины и ракета улетает. Необходимо отойти на безопасное расстояние, потому что ракеты, они взлетают с искрами. То есть она сразу идет, за ней идет шлейф. На каждом товаре написана техника безопасности. Абсолютно на каждом. И безопасное расстояние зависит от мощности изделия. За прошедший 2014 год был зафектирован один пожар на балконе пятого этажа. Данный пожар произошел по неосторожному обращению пиротехнических изделий неизвестными лицами. Был запущен салют, и данный салют попал в балкон пятого этажа. Чтобы таких данных пожаров не было, мы проводим профилактические мероприятия. Делаем рейды, раздаем памятки по эксплуатации пиротехнических изделий. Вот так и проверяли. Все, какие документы, пожалуйста, смотрите, какие нужно. Сколько максимальных нагрузок здесь у вас в пиротехнике? Не считали? А у вас он переделан, получается, из магазина, из цветов в пиротехнике, так? Я не скажу, переделан он или нет. Я здесь недавно работаю. Насколько мне известно, давно у нас в пиротехнике и не было никаких проблем с этим. В данном магазине мы видели четыре нарушения. Первое нарушение – это путь эвакуации. Путь эвакуации у них... Магазин расположен на путях эвакуации. Если что-то будет, пожар или что-то в этом роде, то путь будет заплакирован. Люди не смогут эвакуироваться. Второе нарушение – это по сигнализации. Сигнализация у них установлена неправильно. Третье нарушение – у них максимальная нагрузка пиротехники превышает допустимым данным помещением. Данные граждане не получают распоряжения на проверку. Мы отправляем им по почте, уведомляем. Пытались личным в руки вручить, а они не идут на контакт. Отправили сейчас повторно по почте. Потом, если что-то случится, ну как, считайте, этот рынок, могут пострадать люди. И при этом... Сейчас, если будет проведена проверка, то будет штраф. На индивидуальных предпринимателей. В размере 30-40 тысяч. Продолжение следует... Продолжение следует...